Добрый день, спасибо большое всем, кто проявил интерес и сейчас смотрит прямой эфир. Всем, кто будет смотреть его в записи, хочу немного сказать о себе. Меня зовут Елена Фудияма, я специалист по японскому протоколу-этикету и по европейскому светскому-этикету. Хочу сказать, что впервые я приехала в Японию 20 лет назад, уже 15 лет я живу в стране восходящего солнца. Тема нашего эфира сегодня – это «Чайная церемония и пять принципов счастья». Чайная церемония зародилась на Востоке. Существует несколько версий, как возник чай, как напиток. Но самая известная версия – то, что он пришёл к нам из Китая. Сначала это был напиток, который пили буддийские монахи, так как он очень тонизировал. И во время медитации, во время молитвы это очень помогало. Но сейчас проходит большое количество чайных церемоний, как и в Китае. Я тоже имела счастье присутствовать на такой церемонии. Но лично для меня именно чайный этикет и как церемония развития чая, его распространения, конечно, я считаю, что это родина Японии, потому что здесь это доведено до буквально искусства, к которому мы сегодня с вами и прикоснёмся. Чайная церемония на японском языке называется «чаноу». Это переводится как «путь чая». Чайная церемония – это искусство, когда красота видится в обыденном, а прекрасное – в малом. История появления чайной церемонии на японских островах относится к VII веку, когда из Китая впервые пришёл этот напиток. Буддийские монахи секты дзен пили этот напиток во время медитации и церемоний. Затем в XIV веке на японские острова, опять же из Китая, приходит игра то-тя, которая получила распространение среди японских аристократов. Во время игры то-тя каждый участник, гости пробовали чай и выигрывал тот, кто угадал самый известный сорт чая, который, соответственно, был самым лучшим. Это XIV век. И до создания той чайной церемонии, которая существует сейчас, оставался всего маленький шажок. И его сделал Сен-Нурикю в XVI веке. Сен-Нурикю является выдающимся мастером чайной церемонии. Именно по его правилам проходит чайная церемония и сейчас. Чайная церемония происходит, как правило, в небольшом павильоне в Сукии, который расположен на территории храма. Гостей, которые пригласили на чайную церемонию, традиционно должно быть не больше пяти. Но, конечно, сейчас это правило не действует, особенно для иностранных гостей, бывает, конечно, и больше. Давайте рассмотрим, как чайная церемония связана с пятью принципами счастья. И первый принцип счастья – это начинать с малого. Перед тем, как готовится чайная церемония, мастер чайной церемонии проверяет помещение, чтобы в нем все соответствовало сезону. Например, сейчас в Японии зацвела слива. Буквально вчера я путешествовала в город Хитачи. Там потрясающие деревья в полном цвету. И великолепный аромат. Поэтому, если мы сейчас пойдем, будем участвовать в чайных церемониях, то будут украшены помещения, где проходят чайные церемонии, именно цветами, либо веточками сливы. Также ниши токанома, которые находятся в традиционных японских домах, связаны с тематикой сезона цветения сливы. Слива на японском языке называется умэ. Перед тем, как зайти в павильон, где проходит чайная церемония, люди должны пройти по дороге длиной в 6 метров и зайти в сам павильон. И когда проходит в павильон, то нужно наклониться. Тем самым, все во время чайной церемонии равны. Это и есть второй принцип счастья – освободить себя. То есть присутствует такой дух смирения, когда во время чайной церемонии мастеры, гости, все становятся равны. Хочу сказать интересный факт, что когда самураи заходили в чайный домик, то они обязательно на входе оставляли свое оружие. Это еще раз подтверждает, что во время чайной церемонии человек освобождается от всего и становится спокойным и приобретает новый смысл его бытия. Следующий принцип счастья – это третий принцип счастья – гармонию и устойчивость. Дело в том, что во время чайной церемонии не нужно совершать резких движений. Мастер чайной церемонии все делает очень медленно, потому что существуют определенные правила и определенный этикет поведения во время чайной церемонии. Также все предметы, которые используют во время чайной церемонии, как венчики, пиалы, сама чайная утварь, чайник. Во многих чайных домах им сотни лет. То есть это говорит, насколько они сочетаются между собой и как долго они сохраняются. Поэтому, чтобы быть счастливым, очень важно быть гармоничным и устойчивым. Четвертый принцип счастья, о котором также мы сегодня поговорим и который неразрывно связан с чайной церемонией – это радоваться мелочам. Сейчас я вам хочу рассказать, как вообще проходит чайная церемония. После того, как гости зашли в помещение, где проходит чайная церемония, почетный гость располагается напротив мастера чайной церемонии и за его спиной находится токонома. Это самая главная часть комнаты в традиционном японском доме. Именно там расположен красивый свиток с изображением сезона, во время которого проходит чайная церемония, о чем я говорила выше. Также проходит сама чайная церемония, когда гости заходят в павильон, а не комната в традиционном стиле. Они проходят и садятся по-японски на татами. Затем мастер чайной церемонии начинает саму церемонию, делает чай и предлагает первым выпить чай самому почетному гостю. Согласно правилам этикета, пиалу во время чайной церемонии принято держать на ладони левой руки. Правой рукой нужно повернуть пиалу по часовой стрелке два раза и затем сделать глоток. Вот так это делается. Таким образом происходит чаепитие во время чайной церемонии. Очень красивая пиала. И здесь очень важен именно вот четвертый принцип, то, что радоваться мелочам. Почетный гость после того, как он выпил чай, он обязательно скажет, какая красивая пиала. И, конечно, пиала тоже будет соответствовать времени года, либо она будет как-то связана с почетным гостем, возможно, может быть, там будет изображен рисунок, связанный с темой его региона, из которого он приехал, либо его рода. И принцип, то, что важно обращать внимание на мелочи, важно обращать внимание на то, чтобы людям было комфортно, он также является принципом счастья, и он вытекает из чайной церемонии. Пятый принцип счастья, который неразрывно связан с чайной церемонией, это принцип быть здесь и сейчас. Все участники чайной церемонии в данный момент находятся только на чайной церемонии, они общаются друг с другом. Согласно правилам этикета, во время чайной церемонии не нужно совершать резких движений, не нужно торопиться. Мне очень нравится такое выражение, что во время чайной церемонии нужно быть здесь и сейчас, и в этот момент бывает тишина, во время которой слышен только шелест кимоно. По-моему, очень красивая фраза, и она это оценицетворяет, потому что во время чайной церемонии, когда люди пьют чай, когда происходит самодейство, они находятся только в этом моменте, во время чайной церемонии. Они не отвлекаются на свои моменты, которые у них происходят за павильоном чайной церемонии, и полностью погружаются в атмосферу самой чайной церемонии. Во время чайной церемонии с чаем всегда подаются традиционные сладости в Агасе, и сначала едят сладость, а только потом пьют чай, потому что сам чай матья довольно горький, и поэтому, чтобы было более приятно чаепитие, существует такая традиция. Когда все гости чайной церемонии выпили чай, они уже могут общаться. О чем же принято общаться, согласно правилам этикета, во время чайной церемонии? Прежде всего, конечно, это о традиционном доме, где проходит сама чайная церемония, согласно правилам этикета, во время чайной церемонии принято говорить об искусстве, культуре. Ну и, конечно, сначала принято поблагодарить мастера и сказать, насколько красиво была продумана чайная церемония, какие были для каждого гостя приготовлены пиалы для чая, и, конечно, восхититься цветами, которые находятся в комнате. И тем украшениям, которые расположены именно в нише токунома. Вот так проходит чайная церемония в Японии. В чайной церемонии очень важно создание атмосферы уюта, создание атмосферы теплоты и душевности, погружение в традиционную японскую красоту. Вот эти пять принципов счастья, о которых сегодня я вам рассказала, они непосредственно связаны с традиционной японской культурой, и я думаю, что благодаря этому в Японии сохранились вековые традиции, они соблюдаются до сих пор. Детям также рассказывают о традиционной культуре. И что я хотела бы пожелать всем, кто посмотрит мой прямой эфир, как говорят в Японии в завершении чайной церемонии, пожалуйста, познайте ваш путь чая. Спасибо большое за внимание. Я буду рада ответить на все ваши вопросы, поэтому под прямым эфиром пишите ваши вопросы, либо можете написать ваш вопрос в директ проекта ArtStoryTrip, либо в мой личный аккаунт Елена Фудияма, и я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Спасибо большое и всего доброго. Удачной новой недели.